Нет, нет, ничем. Ревизор тоже не заметил разницу. А экспертиза установила, что вот в этом, а их у вас большинство, на каждые девять ниток не хватает одной, а то и двух. А вот в этом единственном нитки все. Да, мы же выпускаем продукцию под двум ГОСТом. Правильно. Но на всех образцах значится один ГОСТ. И именно тот, на который больше всего якобы идет ниток. Отсюда излишки сырья. Дело не в плохом учете. Вот как можно объяснить ваши вклады в сберкассу. Действительно, с миру по нитке. Скажите, вы волокно получали из области, Алексей Алексеевич? И нитки тоже. Меня интересует волокно. Да, из области. Только из области? Это же ясно, из документов. А из московского комбината синтетического волокна вы сырье не получали? А что, это зафиксировано в документах? Значит, вы можете подписаться, что получали волокно из области. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Вот, напишите, пожалуйста, и подпишитесь. Давайте. Давайте. Так, только я не могу понять, зачем это вам. Ведь у вас же все ясно из документов. Вы правильно сделали, Алексей Алексеевич, что не подписались. Потому что химический анализ вашей ткани показывает. В ней есть синтетическое волокно, которое выпускает только московский комбинат. А вы убеждены? Абсолютно. Внешне волокно одно и то же, а химический состав разный. Неужели это такой точный анализ? Железный. Техника шагает вперед. Семимильными шагами. В документах волокна нет, а в ткани есть. Значит, это было левое сырье. Если хотите, можете написать, с какого времени вы получали это сырье. И сколько приблизительно получили. Это будет иметь для вас значение. А для вас? Относительно. Ведь мы имеем более веские доказательства. Хотя, конечно... Я напишу. Хорошо. Нам кажется, Алексей Алексеевич, что этих доказательств вполне достаточно для того, чтобы возбудить против вас уголовное дело. А? Как вы считаете? Да, пожалуй. Я не возражаю. Не возражаю. Александр Владимирович, у вас будут вопросы. Алексей Алексеевич, вот по документам получается, что вы очень энергичный человек. Ну, понимаете, все. И поиск, и закупка сырья, и сбыт левой продукции. Все вы делали без помощников. Да, это так. Ведь вам нужно было план выполнять. А вы его даже перевыполняли. Да. Вы в Баку были? Да, бывал. По делам? И по делам бывал. И как часто вы туда ездили? Да. 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 Раз и три-четыре, наверное. Ну, когда вы были в последний раз? Да, несколько лет тому назад. А в прошлом году? В прошлом году? Угу. Да, конечно, и в прошлом году было. Когда? Вспомнил. Да, в начале августа. По делам? Да, по делам. Странно. Вот, вы говорили, что в прошлом году, в начале августа, вы ездили в Ивано-Франковск. Вот и командировка у вас есть с 1 по 12 августа. А кто же был в Баку? У меня дома есть один документ. Я бы хотел, чтобы он фигурировал в деле. Какой документ? Очень важный для меня документ. Хорошо. Вы хотели написать объяснение? Заодно подождите 2 минуты в приемной. Продолжение следует...